Ольга Курносова, глава секретариата Съезда Народных Депутатов, присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер. Здравствуйте. Видели этого блондина, который оправдывал свои западные автомобили и англосаксонско-американские телефоны? Как вы считаете, долго ли он сможет еще вот так врать, жить двойной жизнью? На сцене кричать, что он русский, скрепный патриот. А как только камеры выключаются, то пользуются всеми благами цивилизации, патриотационными, и делают вид, что ничего не происходит. Насколько его хватит? Я бы обратила ваше внимание на его сценический образ. Разве он ничего вам не напоминает? Вспомните старый советский фильм «Счеты меч», где в очень похожем образе, между прочим, да, конечно, советский шпион, но все-таки офицер, по-моему, СС. И, собственно, его образ сценический шамана очень похож именно на такого, но я бы сказала, классического, классический образец в костюме от Фюга Босс, с БССовском, с Китили отсюда, от Фюга Босс, да, блондина, такого истинного арийца, характерно-ордически твердый. Мне кажется, что вот этот его сценический образ был списан именно с этого образца. Но при этом не знаем, что будет дальше, потому что со своей женой, которая придумала этот образ, он разводится. Поэтому что будет с ним дальше, совершенно непонятно. Ну, как-то нескрепно разводиться, не знаю, может быть, патриархат московский и позволяет. А что же так? Какой пример-то он подает моральный? Что с разводами вообще с Рабросией? Ну, извините, Путин-то неизвестно кто, да, в каком, кем он живет, в каком виде, с женой развелся, в каких отношениях он с Кабаевой, никому неизвестно. Дочки эти женщины, сыновья, исключительно журналисты-расследователи могут рассказать, кто является сыновьями Путина. Он никогда их не представляет путь публике. Поэтому, ну что говорить, какие там скрепы, никаких скреп нет. И, собственно, все скрепы – это очень странная сексуальная ориентация всех лидеров государства. Поэтому, вот если рассматривать пристально эти скрепы, то не только Петр Ильич Яковский возникает, а много еще вопросов, да, кто такой Вячеслав Володин, да и с ориентацией Путина тоже большие вопросы. Вы знаете, вот Шаман говорил о русской культуре, которая проникла везде. Но ведь это же как советские памятники. Вот почему страны Балтии, да, от них избавлялись? Потому что там, где стоит памятник какому-нибудь советскому солдату-освободителю от чего-то там, это значит, что тут наша земля, здесь мы можем и имеем право претендовать. Как вы считаете, а в Европе, там, где культура вне политики, где Анна Нетребко начинает открывать театральные оперные сезоны на больших сценах, в Европе когда-нибудь поймут это, уже понимают, либо же они делают вид, что этого не понимают, а все-таки пытаются заигрывать еще с Кремлем и вот так вот лавируют? Ну, кто-то понимает, а кто-то пытается лавировать. Кто-то понимает, конечно же, а кто-то продолжает лавировать, потому что бизнес as usual, да, потому что, ну, зачем же отказываться от Нетребко, лучше ее послужить в театре, пусть она там нам что-то споет, а мы сходим, заплатим ей бешеные бабки. Ну, вот это все, знаете, продолжается, как будто нет войны. И вот пока это понимание, что война существует, и пока каждый европеец не поймет, что война идет, и надо что-то с этим делать, иначе война может оказаться и у тебя дома. Да, вот если Польша, мне кажется, лучше понимает, что война уже в двух шагах, то где-нибудь во Франции, в Германии, в Италии это понимают хуже. Да, но тут надо, если у тебя это понимание не происходит, то могут быть самые различные, самые неприятные. У нас есть небольшая заминка техническая. Да, но, знаете, мне кажется, что вот та небольшая часть людей из Российской Федерации, у которых есть деньги, которые, ну, скажем, как деньги, мы не говорим сейчас о категории олигархов, которые приплывали на своих яхтах на Сардению в Испанию и покоряли воображение европейцев, где средняя зарплата полторы тысячи евро, две, да, и они на них смотрели, кто эти люди, которые выходят все в лакшери, приплывают, прилетают и сейчас их в самолетах. Да даже там легенды рождались о том, что один русский приехал в отель, у него не было там бассейна, поэтому он приказал бассейн выкопать, и, ну, понимаете, да, то есть вот на таком уровне. И создалось впечатление, что они кормильцы. И в Европе не понимают, как живет средний россиянин. Вот эти все истории про туалеты, про бездорожье, про эти черные деревни с заваленными домами, эти вот эти магазины, где там дверь скрипит, и ничего уже не осталось. И на фоне всего этого Путин решил, что ему нужно больше денег на его же содержание. Расходы на содержание Путина вырастут на 25%, до 31 миллиарда в год. Ранее планировалось, что эти траты выросли всего на 0,02%. Я не буду комментировать, что сказали наши журналисты на эту тему, но лучше избавиться, чем прокормить, есть такая поговорка. Что можно сделать на 31 миллиард в год? Вот мне кажется, действительно, лучше избавиться, чем прокормить. Мне кажется, это будет учить гораздо дешевле. И, знаете, я не помню уже кто, но кто-то объявил награду миллион долларов за голову Путина. Мне кажется, как-то маловато будет. Пора поднимать ставки. Я думаю, что если поднять ставки достаточно высоко, найдутся желающие это неприятное поручение выполнить. И всем будет большое облегчение, россиянам тоже, потому что бюджет сильно полегчает. Но 31 миллиард в год, с чем это сопоставимо? Ну давайте возьмем, например, школу, больницу. Что можно дать людям за эти деньги? И почему, как вы считаете, Путин настолько увеличивает бюджет на самого себя? Это вопрос охраны, вопрос безопасности. К чему это? Ведь с 0,02% на 25% это серьезный шаг. Ну, конечно, это и вопрос безопасности тоже, да. Вы же понимаете, что все эти панцири, которые охраняют его резиденции, стоят денег. И все эти, как бы, те взводы, или там, я не знаю, сколько человек сидит для того, чтобы обслуживать этот панцирь, тоже стоят денег. И бесконечная охрана, которая бесконечно меняется, тоже стоит денег. А Путин очень боится за свою тушку, и он хочет править вечно. Поэтому, конечно, расходы на охрану вырастают непропорционально просто. И мне кажется, что если посмотреть этот бюджет, то основной рост это, конечно же, расходы на охрану. Но если сравнивать это, сколько за эти деньги можно построить школы или детских садов, то просто можно сидеть и плакать в сторонке. Ну, то есть, один небольшой городок европейского типа мог бы появиться где-нибудь в Подмосковье, и там бы люди бы учили, жили, развивались. Они шли бы на войну и умирали бы. Но, тем не менее, планируют потратить на оборонку 13,5 триллиона рублей. Или это 6,31 ВВП всей страны. А вот это в следующем году. А в 26-м 12,8. В 27-м уже просчитано 13,1 триллиона. У Путина идея, кроме того, что править вечно, еще и воевать вечно. И где он собирается брать эти деньги? Ну, называется этот самый печатный станок, он у него пока еще есть. Ну, а самое главное, каковы будут цены на углеводороды. Если цены на углеводороды будут такие, как сейчас, у него будут эти деньги. А вот если то, что предлагает Трамп, а именно уронить цены на углеводороды, я напомню, что сегодня себестоимость добычи нефти в России 45 долларов за баррак. Поэтому, если цена упадет ниже этой ставки, то у Путина будут большие проблемы с бюджетом. На самом деле, это на бумаге у них 6%. А экономисты говорят, что в этом году, в следующем году это будет 9%. Но, как мы помним, во время войны у Советского Союза это были 40%. Да, во время афганской войны у меня тоже большие цифры. Так что пока еще кое-как бюджет это выдерживает, но к критическим цифрам уже доходит. Известно о том, что на территории Российской Федерации происходят чистки. И ищут теперь людей, которых называют, даже такая формировка новая появилась, деструктивные интернет-сообщества, в которых ищут проукраинских радикалов. Как вы считаете, к чему такая тактика ФСБ, ну и собственно Кремля, может привести? Это попытка закрыть людям интернет, попытка доступа к этим чатам, которые в играх есть. То есть какая-то коммуникация, которая еще происходит через те лазейки, которые ФСБ не прикрыло, они сейчас пытаются их профильтровать и опять же закрыть? Ну вы знаете, как это известно, что если, собственно, чайник, у чайника не существует ни нотика, ни дырочки, ничего, он просто будет кипеть герметическим образом закрытый, то он просто взорвется. То же самое можно говорить и про сегодняшний день, про российский. Если закрыть все те возможности коммуницировать в Дискорде для геймеров, играть в игры, общаться, закрыть YouTube, закрыть интернет, то просто все те, кто общались в интернете, выйдут на улицы. И ровно тогда и случится революция. Я призываю Путина закрыть интернет как можно скорее. И тогда начнут созревать условия для революции. Вы не думаете, что таким образом Путин попытался создать новую площадку для потенциально мобилизованных, поскольку, опять же, сегодня была новость о том, что уже не хватает зэков, поэтому будут осужденных отправлять на войну. И вот если человеку придумать статью, под эту статью найти человека, сказать, все, ты теперь вот у нас под подозрением, иди в суд, а если не хочешь идти в тюрьму, а тюрьма уже закончилась, то давай на войну. И вот таким образом эти гайки закручиваются, создаются искусственные условия для того, чтобы люди попадались в эти ловушки и отправлялись, опять же, на убой. Они, конечно, создаются, они, конечно, попадаются, но чем больше людей антивоенных взглядов будет попадать на фронт, тем выше вероятность того, что на фронте созреют условия для бунта солдатского. Так, как это было во время Первой мировой войны, и так, как пришли к власти большевики. Именно в том числе с помощью солдатских бунтов, с помощью протестов против той войны, которая никому не была нужна. Ведь тоже все начиналось в 2014 году с роста патриотических настроений, воздух чепчики бросали, а потом, после годов, проведенных в окопе, оказалось, что это никому не нужно, кроме власти. И начались солдатские бунты. Я считаю, что чем больше людей, которые не хотят воевать, будут отправлены в окопы, тем сложнее ими будет управлять. И тем больше будет вероятность каких-то достаточно сложных ситуаций в армии. Поскольку, да, не давишь, все равно потом закон физики срабатывает, и будем ожидать этого момента критической точки давления. Спасибо большое за это включение. Спасибо за то, что вы с нами на телеканале Фридом. Ольга Курносова, общественный деятель. Спасибо большое. Всего хорошего. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова